Доброе время суток, уважаемые зрители! Сегодня я хотел бы с вами проговорить про интересную монету. Мне она кажется интересной. Это монета Украины, 1 гривня. Выпущена она в 2014 году. И посвящена Владимиру Великому. У меня на самом деле таких монет много. Я заказал себе такой ролл, должен был прийти 50 штук. Но пока мне все его по почтам пересылали, он порвался, рассыпался. Теперь у меня просто не один ролл, а куча маленьких монеток. Вот. Что касается Владимира Великого. Что мы про него знаем? Родился он примерно в 960 году. Точно не знают когда. Ну, плюс-минус, говорят, 2 года. Отец его был киевский князь, князь Руси. Вот. У него было трое детей. Владимир был младше. И Владимир был бастардом. Он был от сына-наложницы, сына-рабыни. Вот. Папу его звали Святослав. И когда Святослав уходил на войну, думал, что он, наверное, не вернется, он распределил между тремя сыновьями. Еще был Олег, это средний, и Аэрополк старший. Ну, и Вова самый младший распределил, дал каждому по княжеству. По городу Владимиру достался Новгород. Вот. И Аэрополк сидел в Киеве. Ему было примерно, наверное, Владимиру лет 10-12, когда он осиротел. Отец его погиб. Ну, и он стал князем новгородским. Воспитывал его его дядя, Добрыня, воевода. Считает, что, скорее всего, что именно с него был потом взят... Он был взят как прообраз для Добрыни Никитича, того самого блинного богатыря, которого мы знаем. Вот. Он его воспитывал. Тогда русичи были все язычниками. Все славяне были язычниками. Поклонялись куче богов. В том числе и Владимир. Приносили человеческие жертвы. То есть, было все настолько запущено. Боги требовали крови. Вот. Все было бы хорошо. Так бы он бы себе и правил, сидел бы в Новгороде, если бы его старший брат, Иерополк, решил не отжать княжества у своих братьев. Он пошел войной на среднего брата, на Олега. Олег погиб в этой битве. Он пытался скрыться в городе, убегал, свалился с моста. И на него упали лошади, другие тела. Он погиб при осаде. Когда Владимир узнал такие новости, он вместе со своим дядей Добрыней уехал, бежал в Скандинавию к викингам. И два года там тусил. Говоря, что занимался тем, чем викинги любили заниматься. То есть, грабил проплывающие корабли. Занимался пиратством. Вот. Через два года он собрал войско, нанял войско из викингов. И пошел отвоевать свой Новгород. Новгород они взяли очень быстро с наемниками. Но он решил пойти дальше. Решил пойти на Киев. По дороге он зашел, когда они шли в Киев, зашел в Полоцк. Там была принцесса, княжна. Звали ее Рогнеда. Он пошел к ней свататься. Для него это было почему важно? Потому что ее перед этим обещали старшему брату его Ярополку. Вот. Рогнеда к тому времени ей было 12 лет. Уже взрослая была. Пора было жениться. Вот. Замуж выходить. Она ему отказала. Ссылаясь на то, что у нее было недостаточно хорошее. Родословное. Она сказала, что не будет рабоча разуваты. То есть у славян был такой обычай, когда жена должна была разуть своего мужа. Вот. Она его рабичем назвала. Сына рабыня. Он очень обиделся. Взял город штурмом. Обычно, когда город брали, потом еще три дня грабили и насиловали. Добрыня посоветовал. Он по совету Добрыни эту женщину. Изнасиловал на глазах у ее родителей. Чтобы им было больно, чтобы ей было больно. Ну и потом отца и братьев ее он убил на ее глазах. Ну и насильно взял ее к себе в жены. Такие были обычаи. Кстати, потом она ему родила одного из сыновей. Ну, она родила много детей. Один из них был Ярослав Мудрый. Тоже князь российский. Вот. После того, как он закончил свои дела там, он пошел на Киев. Осадил Киев. Ну, так сразу быстро взять его не смог. Вот. Он подкупил одного из воевод Ярополка. Тот выманил Ярополка, брата старшего Владимира, выманил обманом. Сказал, что они идут на переговоры. И когда они пришли туда, то двое наемников убили Ярополка. Так Владимир стал князем России. Руси. Вот. Ну, и этим не закончилось. Он дальше начал. Каждый год они ходили военным походом. Добывать все больше и больше земель. Присоединяли земли к России. Вот. Он, когда пришел в Киев, поставил там понтон языческих богов. Посвященный шести разным богам. Во главе с Перуном. Которому продолжали приносить человеческие жертвы. Вот. Но он начал уже задумываться по поводу единой религии. Ну, по крайней мере, нам так говорят летописцы. Есть даже такая легенда, что к нему приходили посланники разных государств с разной религией. Он их всех выслушивал. Дарил подарками. Для того, чтобы принять какое-то решение. Какую религию принять. Почему это надо было важно? Потому что у каждого княжества, у славян был свой пантеон богов. Кроме основных были еще свои дополнительные бога. Ну, и народ не был единым, был разразненным. Ну, вот. И по легенде, говорится, что к нему приходили хазары. Призвали его в иудаизм. Он им сказал, говорит, вы потеряли свой... Вас бог наказал, забрал землю. Говорит, я не хочу, чтобы у меня было то же самое. Приходили мусульмане. Это булгары. Предлагали ему ислам. Ему очень понравилась идея рая мусульманского. Но жизнь мусульманская ему не понравилась. То, что надо было отказаться от вина. Он очень любил покутить. Вот. Приходили немцы. Так назвал ли всех, кто... Это была Великая Римская Германская империя. Вот. Приходили немцы. Звали его в католичество. Он тоже им отказал. Ну, не отказал, а выслушал. Но решил туда не идти, потому что там очень было скупо. И из Византии звали его в христианство, в православное. Ну, туда решил пойти. Но это легенда. Насколько она правдивая, никто не знает. Как получилось так, что в конце концов Россия приняла православие. В то время в Константинополе, это была Византийская империя, правили два императора, два брата. И в это время в Византии был бунт какой-то, восстание. Их корония угрожала, ну, те, которые восстали, люди угрожали, должны были их скинуть. И они попросили Владимира помочь. Потому что давно Россия, Русь, заключила договор с Византией. Они были союзниками экономическими и в военных делах тоже. И Владимир сказал, хорошо, я вам помогу, погашу это восстание силой. Говорит, но я хочу в жены вашу сестру. Была сестра Анна. Для него было очень важно породниться с византийцами. И вообще взять настоящую императрицу в жены, для того, чтобы его считали более могущественным. Иметь влияние. Они ему пообещали, что она выйдет за него замуж. Он пришел, быстро погасил это восстание. Когда пришел за невестой, вышел император Византии и сказал, говорит, знаешь, она не хочет, передумала. Она считала его варваром. Но он очень обиделся. Пошел войной на Херсонес, так назывался Херсон, в Крыму. Это была византийская земля. Забрал Херсон и послал гонцов. Сказал, что следующий будет Константинополь. В этот раз уже испугались императоры Византии. Послали к нему ладью с сестрой. Со своей. Вот он решил на ней жениться. Она сказала, что выйдет за него замуж, только если он выйдет в Христе. Примет христианство. Ну, он очень легко, быстро согласился креститься. Крестился, но говорят, что все равно не сильно это ему помешало дальше вести распутную жизнь. У него был гарем с большим количеством наложниц. У него Анна была уже шестая жена. Был многоженец. Тогда так было принято. Она, конечно, была в шоке, когда все это увидела. Долго она к нему привыкала. Он к ней. Есть разные версии про то, как это шло. В конце концов, после того, как он принял христианство, вернулись в Киев, он велел убрать всех старых богов, которые были, весь пантеон, разломали, скинули воду в Днепр. И он, после того, как крестился сам, издал указ крестить всех киевлян, которые жили там. Ну, их насильно согнали в воду и покрестили. Ну, в принципе, и так произошло крещение Руси. Ясно, что люди не сразу приняли нового бога. Было тяжело это. Взяло какое-то время. И постепенно то, что сделали, был такой прием, уже давно использовали миссионера. Заменили богов разными святыми. То есть, если святой в какой-то летописи что-то делал похожее, что делал какой-то бог языческий, просто вместо него заменяли. Ну, так получилось, что на Руси еще остались все равно какие-то праздники языческие, как Масленица, например. Ну, и пришло христианство. Вот. Анна Византийская, это последняя жена его была. Хотя говорят, что вроде он потом женился еще на ком-то после ее смерти. Но, имеется в виду последняя, что когда он на ней женился, он всех остальных своих жен распустил. Ну, по крайней мере, так говорят. Опять же, дело было тысячу лет назад. Точно не знают, что, как и где было. Ну, так вот, варвар и многоженец, брата-убийца, стал святым. Крестил Русь. В принципе, это потом на тысячи лет изменило, наверное, всю историю нашей страны, нашего народа, того, какими мы стали, когда выросли, когда, можно сказать, так повзрослели, что прошло тысячи лет. Вот. Если бы он выбрал какой-то другой выбор, то, возможно, Русь была бы другая. Вот. Такая яркая личность. Кстати, святым перворавноапостальным сделали его, по-моему, где-то в 13 веке. То есть, и великие дали ему прозвища тоже где-то лет через 100-200 по 100, как он умер. Вот. Ну, то, что он добился, это при нем территория России, Руси, увеличилась в три раза. И хрестила Русь. Сделала такой важный шаг в развитии страны. Он заложил первую церковь, там потом был похоронен он и Анна. А, кстати, мне рассказал интересную вещь. После того, как он убил Ярополка, он забрал его жену беременную и ребенка, который родился, усыновил. Вот. А жену забрал к себе в жены. Вдову. Вот он был женат, у него еще жена была из Чехов, другая из Болгар, ну, такой любвеобильный был. Мужчина, говорят, что у него было несколько деревень с наложницами, может, летописцы это сделали для краснословца, то, что называется. А может, просто для статуса ему было положено. Вот. Если вы посмотрите здесь вверху над надписью Украина, вы увидите герб Украины малой. Это использовался, используется для него знак Владимира. На самом деле это знак Владимира. Насколько я понял, из того, что я читал, он изображает падающего вниз сокола, атакующую птицу. Вот. Опять же, название гривна. Это ходили, для нас, для нубизматов, интересно, что-то ходила на Руси тысячи лет назад оплата такая. Это был брусок из серебра где-то весом 200 грамм. Это назывался гривна. Потом ее уже рубили на части. Отсюда было слово рубль произошло, когда рубили этот брусок на части гривна. Вот. И, кстати, монету с изображением Владимира нашли, есть монета. Он первый начал, или один из первых, кто начал чеканить русские монеты, потому что до этого пользовались иноземными. При нем начали чеканиться серебряные и золотые монеты. Вот. Это тоже было очень важно, чтобы показать государственность, что это не просто какие-то племена, а вот именно государство. Вот. Ну, такой интересный рассказ про Владимира. Если вам понравился, ставьте лайки. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. О, ко мне пришел гуравей. 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 Вот. Если понравилось, подписывайтесь на канал. Спасибо, что смотрели. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok